Наблюдались случаи, когда, убирая могилы своих родственников, нарушали, так скажем, порядок либо на местах общего пользования, либо на территориях других мест захоронений. Споры, раздоры на завольном кладбище в основном из-за земли. С 2020 года запрещены захоронения на территории исторического некрополя. Разрешения выдаются в исключительных случаях. Если 20 и более лет прошло, то можно захоронить ту же могилу близкого родственника. Но опять же надо не забывать, что близкие родственники это являются дети, бабушки, дедушки, родители. Если документально не получается подтвердить, то мы не можем разрешить захоронение. Даже при том, что на завольном кладбище 10% бесхозных могил. Здесь утеряна могила Рубановской спутницы писателя Александра Радищева. Здесь безуспешно искал могилу своего деда, поэт Евгений Евтушенко. Все кладбище превратилось в единый лабиринт. Проведенная недавно инвентаризация упростила поиск захоронений. С 2020 года у нас проведена инвентаризация кладбищ. Кладбище в том числе Алимасовского. И создан технический паспорт кладбища. И само кладбище разбито на сектора. Информацию о каждом захоронении вносят в автоматизированную информационную систему. Имя, фамилия, отчество усопшего, даты рождения, смерти, координаты и место расположения могилы. И лицо, которое несет ответственность за ее состояние. Хожу по местам захоронения и фотографирую, чтобы также внести в базу данных. Фотографию памятника, фотографию общего вида места захоронения. То есть с оградкой, с полностью захоронением. На завальном кладбище сейчас общее количество захоронений 45696. Недавно земля всех кладбищ Тобольска стала муниципальной. Порядка стало больше. Ликвидировали свалки. В 2023 году вывезли 992 тонны мусора. Вырубили почти 100 старых деревьев. Выработаны единые требования к местам захоронений. Оградка должна быть не выше 70 сантиметров от поверхности земли. На огромное сооружение должно быть не выше 2 метров от уровня земли. Вот это можно потребовать от ответственного лица соблюдения данных норм. Также ответственное лицо принимает решение о захоронении близкого родственника в оградке. Из шести городских кладбищ официально разрешено захоронение только на Алимасовском. Но и здесь мест не хватает. В текущем году у нас за счет средств местного бюджета были проведены работы по устройству земельных участков. И в следующем году эти работы продолжатся. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.